Всем большой привет! Тысяча лет с вами не виделись. В общем-то, я сейчас нахожусь в Тамбове. Мы идем гулять, как всегда. Погода обалденная. Сегодня 22 сентября. Официально в Америке началась осень. Олесь, ты меня просто заставила это сделать видео. Просто насильно. Я... У меня ничего не оставалось. Просто надеть очки, обмотаться шарфом и, в общем-то, пойти погулять. Идем в торговый центр. Если честно, я хотела сделать на телефон такое стеклышко, чтобы оно больше не царапалось. Вот. Итак, посмотрим, что-нибудь интересное. Что нового произошло в моей жизни за это время? Помните какое-то видео? Я такая была, сияющая такая, вся воздушная. У меня были новые отношения. После того, как я 6 лет встречалась с парнем, вот. Помните, когда я только начинала видео снимать? В общем-то, я с ним снимала. Встречалась. Снималась, встречалась. Все, что можно было сделать, я сделала. Вот. Потом он все-таки благополучно покинул нас всех. Вот. И да, я начала встречаться с другим парнем. Я была такая вся прям вау-вау-вау. Боже мой, наконец-то мне перепало что-то нормальное. Вот, да. Сейчас. Тут барабанная дробь. Все еще такая вот. Он гей. Серьезно. Так вот, и с ним мы тоже расстались. Правда, не из-за этого. Меня нисколько не смутил такой нюанс. Я такая думала, у всех есть свои недостатки. Вот. Но все равно мы с ним не сошлись. Точнее, он меня бросил. Хорошо. И сейчас, собственно, я нахожусь в Томбове. Да. Как всегда, загнанный зверек. Зализит свои ранки у мамочки. Вот. И шопинг в этом помогает. В общем-то, в ближайшее время собираюсь вернуться в Москву и продолжить свои стяжания на тему «Найду работу, найду работу». Из-за того, что здесь в Томбове нет нормальных магазинов, есть только манго, который только недавно открылся. Я купила здесь все, что только можно было на сейле. И мне, кстати, жутко понравилось это качество. И сами модели, одежды, в общем-то, да. Купила этот шарфик там, кстати, недавно. Но уже не на сейле. Вот. Короче, супер-мега-сенний такой вид. По поводу моих увлечений и всех новостей, какие у меня тут произошли. Значит, предыдущий экспонат, он, в общем-то, был математиком. А он, в общем-то, ему остается. И он еще рисовал. И я такая думаю, блин, надо мне тоже чем-то таким заняться. Высокоинтеллектуальным и очень художественным. В общем-то, я тоже начала рисовать картины, писать их, в общем-то. Это ужасно увлекает. Ужасно. Мне понравилось безумно. А также, по молодости, я посмотрела многосерийный фильм «Сага о форсайтах». В общем-то, это классика, отличное произведение. Как мне на тот момент казалось. И я думала, ну, если я прочитаю «Сага о форсайтах», ну, это вообще, это даже вот не сравнится с «Войной и миром». По крутости своей. Конечно, я ничего не сравниваю. Я имела в виду в плане объема. Вот. И по сложности. Текст достаточно сложный, нудный. Тяжело читать. Но потом ты... Как это сказать? Привыкаешь к этому полностью поглощает тебя этот Лондон, этот туман, серость, нобизм, форсайты. В общем-то, это то самое место, куда мы собирались идти. Это огромный торговый центр для такого городка, как Тамбов. Это очень-очень круто. Действительно, там замечательно. Чувствуешь себя немножко в Москве. И, если честно, есть такая особенность теперь в нашем городе, что институты, ТГТУ, ТГУ, приглашают иностранцев для обучения здесь, потому что, видимо, там дорого учиться. А у нас тут почти бесплатно. С нынешним курсом. Возможно, это даже не почти бесплатно, а просто бесплатно. Вот. И да, много-много иностранцев, афроамериканцев, арабов. Я не знаю, может, даже афганистанцы могут себе позволить такую роскошь, как обучение здесь. И, короче, люди совсем разные. И мне это очень нравится. Разная одежда, разный стиль, разный цвет кожи, разные культуры. Даже не верят, что у нас теперь это так. Тут, я не знаю, у меня уже шкафы все. И вот просто умываются от вещей. Такой нет, конечно. Естественно, такой нет. Это типа косухи. Такая супер-мега-спортивная. На байке, все дела. Но нафка мне нужна уже третья. У меня одна есть с такими взлетайками, типа вот такой. Только черная, да? И классическая. Такой маленький смокинг. Черно-кожаная куртка. Ну, такой у меня, конечно же, нет. Германтиновый за 3 тысячи. Короче, у меня друг такие купил, Эдуард. Только они немножко розовым отдавали, но у него оригинальные были оттесы. В общем-то, за 2 тысячи нью-йоркер почему нет? Но они реально красные. Короче, это выглядит как-то так. Знаю. Мне кажется, они мне ногу режут. Чисто визуально, особенно в этих джинсах. Нужно что-нибудь другое сюда. Олеся, я кажется, выбрала на тебя идеальный просто наряд. В общем-то, мы с подружкой все равно ржем, что я всегда обожала в Саратове по молодости. Короче, с 1 по 3 курс обожала леопардовое. Все, у меня была комната леопарда, все было леопардовое. Вот, и решили, что ей тоже нужно приобрести, что-нибудь леопардовенькое. А мне, так как она раньше обожала персиковое что-то, персиковый сок, как можно любить персиковый сок, то мне нужно купить его. Кстати, надо зайти купить. Зашла в МСити, эта сумка стоит 2 тысячи. Не знаю, ну пусть это ужасно красиво. Сначала палочку достаете, потом вот эти формы или поворачиваете. И теперь, наконец-то... Не знаю, меня пробило, хочу белую тушь. Вот эту. И плюс еще синюю купить. Вот такую. Я не знаю, чтобы они супер были объемные, пушистые, но цветные. Довольствую с малым. Забавно, я как порядочный человек взяла просто американа без всего и креветки. Откуда это за счастная картошка появилась, я не понимаю. В Чике ее нету. Вот. Как будто, по-моему, руки пора качать. Ну, короче, вот такое платье. Меня очень хорошо видно и слышно. Я тоже так подумала. Мне кажется, в таком шарфе можно выносить маленький кенгуру. Лайфхак. Я не рассказала вам самое интересное. Я уверена, что это просто мучает всех, кто меня смотрит, слушает. Я не рассказала про свои волосы. Я аж покрасилась. Да, я думаю, вы заметили. До этого я была такая полублонд, полу, я не знаю, амбре. Все, что можно было сделать, я сделала. Вот. Теперь я, наконец-то, успокоилась. Хотя, все-таки, я в этом очень сильно сомневаюсь. Вот. И хочу отрастить свои волосы. Мне кажется, это очень-очень так... Сейчас скажу хорошо такую метафору. Если у девушки какой-то пипец на голове, а не зеленый, скрученный в какие-то жгутики, я не знаю, в какие-то странные штучки, какашечки, я не знаю, то, глядя на такую девушку, думаю, что, блин, если у нее на голове такое, что в ее голове, тогда вообще. Вот. И здесь, тут такой момент работает, что, как бы, если я такая очень выдержанная, натуральная в свои волосы, то никто не подумает, что у меня что-то не то со мной там внутри. Кстати, заметьте, здесь... Нет, я не сюда шла. Здесь гурсат. Вот. Я хотела показать, что здесь очень симпатично, очень так, не знаю, душевно, что ли. Вот эти вот аттракционы, немножко папахито-американскими, таким старым ретро, я не знаю. Как будто сейчас зайдет какой-нибудь ковбой. Ладно, шучу. На самом деле, я хотела просто показать невесту. Данное видео очень хорошо подойдет для совместного просмотра в большой компании. И каждый раз, когда вы слышите от меня выражение «я не знаю», нужно выпивать обязательно. Я глянула... Блин. Я глянула... Девять минут уже, короче, она говорила, может, даже больше. Так что с вами я прощаюсь. Погода офигенная. Всем большого... Просто большого. Пока. Мне передали мяско. Вот. Кстати, я не живу с родителями, я живу в отдельной квартире. Вообще-то ничего в жизни не поменялось. Одна с кошкой и, в принципе, заболчу. И все. Если телефон не сдохнет, я вам покажу свою обитель зла. В связи с тем, что рядом нет... Рядом, в смысле, в ближайшие две остановки нет мусорки. Вот. Люди сюда выбрасывают. Это у нас консьержка местная. А это надпись в моем подъезде. Субтитры, Катя, я тебя люблю. Да, ничего такого матерного, как может показаться, здесь не написано. Вот. Я до сих пор не знаю, от кого это. Ну, собственно, все. Ханечки, я дома. Ханечки, я дома.